Андрей даже и не думал, что очередная его тренировка в одном из самых популярных фитнес-клубов города обернется уголовным делом, и он будет выступать в качестве потерпевшего. В мае из закрытой кабинки, как поясняет бейчанин, у него украли немалую сумму денег. Придя в очередной раз на занятия, занимавшись полтора часа на тренировке, зайдя в раздевалку, открыв закрытую кабинку, я обнаружил пропажу денег в кармане. В сумме 25 тысяч рублей была вызвана полиция, которая зафиксировала данный факт, составила заявление и за все зафиксировала. В фитнес-клубе «Апельсин», как рассказали нам в полиции, это не единственная кража. Так только в мае с интервалом четыре дня произошло два преступления. Вначале у посетительницы пропала золотая цепь, ну а 6 мая своих денег лишился Андрей. По данным фактам, сотрудники полиции возбудили уголовные дела. Сейчас ведется расследование. А между тем, потерпевший направил иск в суд на фитнес-клуб «Апельсин». Он намерен возместить материальный и моральный ущерб. На первом же заседании адвокат фитнес-центра рекомендовал в следующий раз оставлять деньги в ячейках. Но их, как выяснил потерпевший, просто нет. Это ему сообщили сотрудники во время очередного визита. Сейчас эти ячейки для хранения ценных вещей уже появились. Видимо, их установили недавно. Кроме того, одна из бывших сотрудниц на условиях анонимности сообщила, что один ключ может подходить к нескольким кабинкам. Сами работники фитнес-центра ни о каком конфликте не знают. И о том, что ведутся судебные тяжбы, тоже не в курсе. А правда, что у вас гражи происходят из кабинных вещей, воруют деньги, воруют? Нет, такого не было. Не было? А то, что суды сейчас идут с фитнес-клубом «Апельсин», вы знаете? А кто-нибудь может прокомментировать эту ситуацию? Да, менеджера сейчас позову. Никакой менеджер к нам так и не вышел. Директор фитнес-клуба также решил остаться в тени. Как рассказал Андрей, еще до обращения в суд он пытался урегулировать конфликтную ситуацию. Даже написал заявление на имя руководителя. Но оно осталось без ответа. На мое предложение к администрации клуба каким-то способом компенсировать мне, или пойти на встречу, возместить мой материальный ущерб, администрация клуба сделала вид, что вообще как будто кражи не было. Позиция руководства клуба доказать, что дело не имеет оснований, возможно, все выдумано и денег на самом деле не было. Хотя документы, предоставленные суду, говорят о том, что средства в размере 25 тысяч рублей на момент тренировки у потерпевшего имелись. Впереди четвертое заседание суда. Оно состоится в сентябре. Чем закончится судебное разбирательство, пока неизвестно. Однако потерпевший понял, что оставлять деньги и ценные вещи даже в закрытой кабинке не стоит. Как и посещать такие заведения. Юлия Скоробогатова, Иван Зяблецкий. Будни.